привет сегодня как обещал в общем видео про рычаги раздатки значит сегодня ставлю вот этот накладку на тоннель и также заодно поменяю рычаги значит вот так называемые тихие рычаги и вот я уже снял старые значит по старым сейчас чуть позже я покажу как у меня там шумоизоляция сделано тоннеле вот и в общем то сначала про рычаги вот я их немножечко так скажем обешумливал вот свое время и кстати в принципе результат неплохой можно в принципе использовать его но так как у меня там шумоизоляция я знаю что рычаги в общем то об этом уже много сказано они полностью не устраняют в раздатки но его уменьшают у меня надо сказать в принципе повезло в этом плане вот раздатка сильно не воет вибрации нету ну когда все поставлю заведемся я покажу рычаги старые в принципе не дребезжали сильно но на определенных скоростях иногда вой такой небольшой был у меня вот я надеюсь что с этими рычагами он станет еще тише вот как бы будет вообще отлично значит по старым как я уже сказал я тут кое-что делал с ними я их снимал значит ну вот этот вот это пониженная повышена эта блокировка значит вот так вот они выглядят значит сразу расскажу в общем я взял шланг одел на них здесь у не помню шланга тогда не было подходящего его разрезал поперек мы верни вдоль вот и обмотал потом еще тряпичной изолентой вот то есть звук поэтому стержню металлическому проходит выходит в салоне то есть они передают очень сильно все звуки раздатки вот значит такого рода тюнинг он тоже имеет место быть вот эту вот резина она в принципе гасит звуки достаточно неплохо то есть шланги они идут прям прям до резьбы и сверху уже одевается вот эти шарики на ручке вот в принципе неплохой кстати вариант я когда его сделал тоже очень сильно заметил снижение шума вот так же значит на этом рычаге который снизу на блокировку у него остались вот такие вот пластиковые втулки значит а на этом я сделал вообще следующим образом то есть это было где-то лет пять назад то есть втулку я убрал туда просто кусок шланга засунул вот его хорошо видно вот вот и значит уже не вот такой вот втулкой с блять забыл как он называется но ладно короче с пластины с вот это прижимной значит а просто на болт его затянул вот кстати говоря прошло там даже нам больше пяти лет он не открутился в принципе его свободно выкрутил и получается что втулка по идее там чуть-чуть гасит какие-то колебания да а здесь вообще резиновый шланг вот то есть отлично вообще как бы все было вот но я все-таки думаю что вот эти будут получше так в общем сейчас я буду их ставить процесс показывать я не буду в ютюбе этих процессов полно там видео снимают как там вытаскивают новый ставят я просто показал как у меня было достаточно неплохой вариант сейчас поставлю потом на покажу шумоизоляцию туннеля поставлю новую накладку про накладку еще тоже расскажу я не знаю может быть в этом видео или в отдельном ручки я установил ну так вот они выглядят все работает значит но в принципе достаточно легко все это ставится снимается то проблем быть не должно один раз правда пришлось под машину слазить вот но не мелочи всем значит есть видео в ютюбе где значит говорят там ручки не той стороной поставил там эту и так далее но я не знаю возможно ручки разные вот у меня обе ручки их сравнивание примут одинаковые сейчас отдирать тут конечно много вот тут видно он блестит это виброизоляция на основе битума потом вот такая вот блестящая вот типа как на стенах у меня в гараже вот сверху еще такая вот серая потом штатная вот этот вот коврик вот все это здесь вот так вот запрессовано вот она все вот и дальше уже идут резиновые накладки значит которые я сейчас буду постепенно значит одевать и вам показывать резинку первую я значит установил также вот эти вот углубления я уплотняю вот у меня есть обрезки старый такой за изоляции шума просто забиваю сильно усердствовать не надо немножечко вот эти вот пустоту вот эту забить чтобы не между не мешало ручкам общем-то двигаться вот так вот я думаю будет достаточно из старой сумки женской вообще тут кожзам какой-то несколько слоев вырезал еще такого уплотнения то есть она придавливает этот вату вот значит и далее ставлю вот эту пластиковую накладку с резиновыми над этими гофрами вот сверху тоже немножечко как уплотнитель обклеена такой вот шумоизоляции внутри тоже здесь уплотнено все отлично значит и теперь надо проверить чтобы ничто не мешало чтобы все легко работала вот все теперь можно прикручивать три самореза здесь а два уже будут через через эту крышку через накладку вкручиваться значит ли одевать шарики вот и также сейчас сразу наверное я сравню две накладки которую купила родную вот в одном видео все это сделаю сейчас вам покажу потому что там в принципе рассказывать особо не о чем вот и в общем то буду начинать и устанавливать там нужно еще вырезать отверстие под кнопки проводка здесь уже готова у меня стеклоподъемники не тут еще кое-что в общем сейчас обо всем расскажу покажу так вот 2 значит панели вот эти вот накладки значит родная я в первую очередь посмотрел на пластик на сам вот он такой жесткий да вот здесь намного мягче какой-то хлипкий вот но об этом сейчас расскажу значит ну заводская панель в принципе все понятно простая ничего тут особого нету прикуриватель пепельница вот значит прикуривателя я сейчас буду снимать ставить на новую накладку значит пепельница здесь на новой нету ну в принципе мне она не нужна для меня это не критично вот и также у меня здесь значит находились кнопки еще самодельный делала что вот эти вот побольше которое отверстие слева справа значит это здесь у меня были стеклоподъемники вот их же буду значит вырезать куда-то сюда единственное это панель она длиннее получается вполне возможно что проводки не хватит придется наращивать ну разберемся значит здесь здесь вот можно что-то ставить какие-то здесь вот выемки такие по моему как раз под кнопки стеклоподъемников где-то от нее кстати инструкция была здесь от заглушки ну ладно это я разберусь в общем здесь у меня стеклоподъемники были вот эти две кнопки у меня были одна кнопка включала регистратор другая навигатор то есть зарядку подавал вот и также у меня здесь еще кнопка была бы такая маленькая основная то есть типа как массы на доп оборудования но не на все а вот именно регистратор навигатор и анти радар то есть нажимала полностью все обесточил и обычную нажимал когда из машины уходил домой ну год надолго на всякий случай когда-то сделал вот сейчас буду все это переносить сюда вот по этой панели я уже по он про нее немножко рассказывал когда купил помимо того что она такая хотя стоило по моему там что-то около двух с половиной тысяч вот такая жизненькая какая-то мне очень не нравится места креплений вот где саморезы буду до устанавливать то есть она здесь на какой-то точечной пайке я не знаю мне кажется все это отломится отвалится какая-то хрень по моему в общем вот эти подстаканники тоже они здесь припаяны точечно в общем какая-то дорогая но что-то совсем ненадежно ну ладно посмотрим и здесь вот крепление кстати нету снизу очень посмотрим как встанет она потому что там видели шумоизоляции много это например более менее нормально встала прикручивалась единственное крепление здесь отломилась но здесь его вообще нет поставил я ручки и накладку тут вот на туннель вот все установил значит прошло уже после этого где-то дней пять вот сейчас в общем то вам уже более подробно расскажу значит кнопки кнопки стеклоподъемников я врезал и также кнопку включение дополнительных приборов то есть навигатор регистратор анти радар то есть включаются этой кнопкой вот сейчас я выключаю вот и все гаснет вот включаю все заработало вот очень удобно от одной кнопки очень-то из машины выходишь выключил кто-то поехал включил вот так же со временем здесь на поставлю все-таки буду ставить подогрев сидений вот и здесь уже поставлю кнопки подогрева сидений значит прикупил такой стаканчик ну типа для пепельницы вот ну мне пойдет всякую там мелочь складывать всякую ерунду вот значит по креплениям в принципе все крепления подошли единственное конечно такой жиденький пластик как я уже говорил вот и также пришлось мне я уже говорил да что тут снизу нету крепления никаких снизу то есть ничем не крепится пришлось дырку просверлить вот и прикрепить на саморез чтобы ничего здесь не шаталась не играла чтобы все было ровно то все везде плотно прижато принципе панель удоволен вот единственное здесь вот немножечко криво и вот тут тут она играет и поскрипывает но это нужно именно давить вот в это место в остальном все нормально иначе так же перенес прикуриватель не он не в очень удачном месте встал тут на дороге вот трасса на море идет вы просто задолбали сейчас все едут куда-то так мешает в общем по тоннелю по этой накладке что еще значит все встала единственного здесь вот есть отверстие под саморез и там такой наплыв в пластике не очень удобно вот эта резинка нужно в общем то ее аккуратно аккуратно там оставить иначе накладка сама не прижимается плотно прикуриватель значит поменял я поставил со старой накладки вот такой вот и в общем то в целом всем доволен меня в принципе радует то есть по цвету она чуть-чуть немножечко как бы светлее такая сероватая по сравнению с остальным пластиком вот на камеру наверно не будет видно вот но в принципе в глаза не бросается и ладно не не скрипит у здесь вот у меня скрипела где ручник я там подложил такой типа утеплителя такого вспененный такой полиуретан или как там там называется вот и теперь не скрипит вот но в целом хочу сказать что все таки панель села хорошо вроде не скрипит держится но пластик вот этот вот мне что-то прям сильно сильно разочаровал со временем что с ним будет я не знаю то есть на жаре там солнце будет попадать на такое ощущение что на рассыпется через какое-то время вот тут видно апс маркировка или фабс в общем какая-то маркировку можете посмотреть вот такой фирмы значит но в остальном меня устраивает далее значит также поменял ручки вот значит тоже покатался кстати вот сейчас может быть здесь слышно поскрипывает вот но когда едешь то есть ручки не не шевелится ничего не скрипит сейчас значит я хочу но он такой знаете эксперимент не очень правильно вот сейчас петличку сюда закреплю куда-нибудь так что сделать сейчас посмотрю как удобнее сделать в общем закреплю петличку вот и проедемся как раз по трассе на скорости в общем закрою окна в салон в салоне ну вот и посмотрим какой шум какой звук вот и потом я еще свои впечатления и ощущения расскажу закрепил на стакане в общем-то направил сторону рычагов вот и сейчас закрываем стекла стекла закрыты вот значит и заводимся так стать от можно посмотреть сейчас что рычаги абсолютно не двигаются то есть вот на рычаг переключение скоростей переключение передач шевелится а вот эти вот абсолютно ровно стоят от них никакой вибрации но справедливости ради надо сказать что от старых в принципе практически тоже у меня они не вибрируем никак сейчас я слышу такой трепест небольшой пластика на этом просто пластик сейчас покажу приедем один не прикрутил вот сейчас значит скорость 80 я вот на 5 переключаюсь у меня обычно в этот момент при переключении такой бой был вот я сейчас услышу он гораздо тише и так же он появлялся когда я вот так вот еду допустим я сейчас 80 километров почти 2,5 тысячи оборотов я допустим ногу с газа сбрасываю и начинался бой вот сейчас он есть но он очень тихий я потом домой приеду посмотрю в общем то камера вернее гектафон записывает этот звук на петле чего или нет ощущает он его по ощущениям намного тише хотя звук конечно никуда не пропал сейчас я опять начинаю я разгонюсь побыстрее вот 90 например я сбрасываю газ из педали газа я сослуху вот еле еле слышо я сбыл то есть раньше было сильнее так же можно посмотреть а что ручки смотрят спокойно о! сейчас больше 80 еду ручки ничего немножечко есть вибрация но намного меньше итак я остановился вот значит не знаю когда это мне было слышно потому что петличка было возле рычагов в общем проехал вой небольшой все равно остался но в принципе к этому был готов вот но значительно его часть она как бы пропала вот плюс видели что у меня туннель еще так неплохо шумоизолирован разными материалами там вот несколько слоев тоже дает эффект свой вот и плюс вот эти рычаги у стекла закрыта в принципе то есть меня ничего не напрягает вот даже если музыку на самом минимум там включить вот то есть вообще не будет слышно абсолютно ничего то есть я еду мне я сейчас слышу как у меня скрипит дверь багажника вот здесь в общем то ничего не слышу вот эту консоль с кнопками я не прикрутил поэтому она у меня немножечко пластик там скрипел возможно это на записи будет слышно вот а так в принципе ничего не мешает в общем я доволен доволен как слон вот результат по сравнению с теми ручками не какой-то прям там очень сильный но он заметный вот плюс обновил вот эту накладку появилось больше местом что-то положить вот сделал стеклоподъемники об этом или вышло уже видео до или будет вот совсем скоро вот поэтому такой вот модернизацию такую небольшую сделал ну меня все все радует вот в общем вместо полезно было значит видео напишите в комментариях вот и вообще напишите что вы думаете об этих ручках ставили себе не ставили хотите не хотите вот на этом все до встречи в следующих видео